Сидит. А второй мужик стоит со своей балдой и думает другому по лбу. И просто все это снимается. Я вот просто так охерял, когда это увидел. Спрашивается, зачем вы тут на меня? Это крайне не по возрасту. Я говорю, а за тем, что это самое грубое место разврата. И Господь посылает проповедникам сюда, миссионеров, чтобы вам сказать истину, что вас за это ожидает. Показывает Библию. А мы мусульмане. Я говорю, знаю, прессантов 90-85 вас. А вы зачем здесь мусульмане? Ну вот это познакомиться. С кем познакомиться? У тебя дома четыре жены. Я говорю, за каждую колым платил. Так? Ну да. А тут 44 голые даром. Вот ты жеребеса на русских кобылах пашешь. Да. Тут тоже и чурок много, и драчунов, которые просто сидят на камеру. Ну вот что вот, вот что вот им от этого, не понимаю, сидеть на камеру и просто вот хиратить. Это бред какой-то. Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить о Христе. Спрашиваю, такая книга в доме есть? Вы знаете, для чего женщина красится? Чтобы скрыть недостатки, потюрку и достоинства. Иоанн Затауз говорит так. Если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. Да, Бог дал красоты, но мы... А Ефрем Сирин говорит, женщина намащивает лицо красками, чтобы завлечь чужого самса. А ты, случайно, не дед Тихон? Ну-ка, давай посмотри. Почти рядом оказалась. Это дед Тихон, наверное? Нет, я не Тихон, это отец у меня Тихон. Не порть ей лицо, она и так достаточно красивая. Не надо это делать. Женщина, если некрасивая, краски делают ее более безобразной, говорит Иоанн Затауз. Это макияж, дедуль, ну что ты такой строгий? Макияж, это не надо делать. Бог сотворил человека, а ты Божью картину пытаешься поправить. Вы же Микеланджело или Леонардо да Винчи не будете подправлять, а Бога подправляете. Бог сотворил человека вот только. Существует, дядя, дедушка. Вот говорю вам, а вы как будто не слышите. Ну не существует Бога. С чего это вы разошли? Не делай этого, не делай, дорогая. Этого не надо делать. У ней волосы не подстрижены. Это красота-то какая. А вот были бы верующими, вы бы этим не занимались. Вы бы Бога благодарили. Моя сестра красится, и она станистка. Красятся женщины-шалавы, которые ни к чему не приучены работать, и ждут за миллионера выскочить. А с честной не надо. Она может корову доить, она может работать. Ее муж любит, и свекровка уважает. Какой работать? Нам всего 14, дед. Ну и что, что 14? Это зачем ты делаешь то, что делает блудная женщина? Мы так в школу ходим. Да. Понимаете, если бы вы третью главу прочитали, пророка Исаия, он говорит, ваше благовоние превращу в зловоние. Все ваши япончи будут гнилой веревкой. Подниму подол тебе на голову, чтобы все видели срамоту твою. Это Бог говорит. Видишь, пленила, теперь вот портишь красоту Божию. Нельзя этого делать. А парням не нравятся другие. Да, парням только такие нравятся сейчас. Ну ладно, я вам все сказал. Вы потоптали Слово Божие. Вот это плохо. Если вы на сегодняшнего дня не слышали, имели хотя бы мысленно от себя ответ. А сейчас никакого ответа вы не дадите. Я время тратил на вас. Делился с вами, а вы пренебрегли. Вы нас ругали, а не делились. Все, отключаю тогда. Я в свою меру верующий. А как верите? Ну как? Нормально. Ну вы же знаете, что смертные. Ну это естественно. Это естественно. А оно противоестественно. Потому что человек был бессмертным в раю. Это противоестественно. И смерть написано. В Адаме все умирают. Но это запятая дальше. А дальше во Христе все живут. Мне вот было 23 года. Я сознательно пришел к Богу через Слово Божие. А с детства верил. Верил. Знал, что нельзя там женщинами дело иметь. Материть. Воровать. Бог от этого сохранил. А вот когда уже Евангелие взял. Библию. Господь. 27 сентября 1962 году переменил мою всю жизнь. 57 лет иду этим путем. С Богом хорошо. Видите. За годы советской власти нас хватали, сажали. Я последний раз был судим в 1986 году. И там где я был. Там убивали людей. А мне Господь позволил выйти. И там свидетельствовать. И грешники каялись. Убийцы. Следователь обратился. Это Бог так делает. Потому что жизнь со Христом глубоким смыслом наполняется. Она удаляет смерть. Смерти нет. Есть только переход. Павел пишет с Филипписом 1.21. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть это не потеря. А то, что я делал милостыню. Помогал. Я начальник детского лагеря 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. И тогда будет у Бога расчет. Вот если вы запомните, я Игнатий Лапкин. Вы потом меня можете найти по скайпу. Я один с этой фамилией и именем. Игнатий Лапкин. А там я могу скинуть вам и ресурсы, и другие места. Игнатий Лапкин. Ну хорошо, ладно, посмотрю. Да, во славу Божию. Смерете, да? У вас в доме такая книга есть? В Библии есть. А вы можете показать ее? С собой нету. Мы на доме сейчас сидим. А вы знаете, что человек будет иметь еще и за гробом жизнь? Знаем. А откуда знаете это? Ну там приезжают сюда священники. Вот как? Священники? Это вы в церковь ходите? Да. Молодцы. Это вообще редко. Вот я на 100 человек, которые сейчас тут промелькнули. 100 кадров где-то. Вы первые. Половина тут раздетая. И процентов 85 мусульмане. А почему? Это самое гнусное место, наверное, в интернете. Гораз одного разврата. Что только тут не делают. Да. А вы откуда? Из кухни пришел сюда. Вы хотите спросить, наверное, где нахожусь? Да, да. Так так и спрашивайте, откуда? Откуда это пункт А, пункт Б? Я откуда пришел тут? И мы нахожусь. Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Понятно. У нас очень большой видеоканал. Во свете Библии называется. Вы увидите, как мы строим православную деревню. Как к нам приезжает митрополит Сергий. Со священниками, с семинаристами. Какое песнопение. С нуля деревня православная вся. Никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Не лжет. И вот такая жизнь. Одна деревня на всю Российскую Федерацию. И вы найдете это на нашем видеоканале. Канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Канал найдите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. игнатий лапкин лапа от лапа так уж уменьшительная лапкин открылась сколько подписчиков сколько сейчас я сейчас увижу открылась у вас или нет это правильно и 41 миллион просмотров у нас это наш канал мой канал лично мой здесь у меня 16800 роликов 16 тысяч вы там найдете все как у нас богослужение идет как я в университетах преподавал начальник детского лагеря вам все будет интересно там море информации как миссионерская поездка была проехали мы из барнаула до ладивостока потом до лиссабона скандинавию прибалтику прошли я везде дарил 38 томов моих книг вам будет очень интересно а если зайдете сайт через google сайт во свете библии вот откройте его сайт это не youtube вы мои фамилии только запишите игнатий лапкин и через skype меня найдете сразу вам будет очень интересно какая у нас служба у нас торговли храме нету все бесплатно приезжают в епископы священники каждый старается что-то взять от нас у нас очень строгая дисциплина все по форме одеты торговли нет в храме все таинства бесплатно храни вас господь запишите игнатий лапкин вы меня найдете по скайпу по скайпу сразу раз я один с этой фамилии храни вас господь с богом да благословит вас матерь божия они верующие не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем евангелие от яна 3 36 потому без бога жизнь бессмысленная кто-то старается музыкой заглушить да и музыка то такая которая нервы рвет без бога это курева это уничтожение самого себя это суицид самоубийца все убери из сознания людей евангелия профессор барсенковский владимир филимонович говорит и на месте евангелия будет зияющая смертельная рана который ничем не закроешь мы для этого пришли да как так бог позволил что дети раком болеют и умирают умирают значит чтобы не увидеть больше беды и раком болеют у бога все высчитано и ребенок не виноваты и господь знает что ожидает его по чьей-то молитвы берет его раньше времени потому что эта жизнь только подготовка к будущей переходной этап и поэтому не сострадать надо а молиться чтобы наша жизнь вовремя прекратилась а что толку человек долго живет а бога не знает он только грешит копит наказание в аду с дьяволом а малый ребенок он невинный господь взял его в царство свое если он крещеный удачи вам спаси христос если хотите больше узнать вы можете зарядить ю тубе и гнать и лапкин это я и вы меня на меня выйти по скайпу и гнать и лапкин слово лапа так и у нас большой youtube большой сайт youtube так называется открытым оком во свете библии во свете библии открытым оком мы строим православную деревню я начале детского лагеря 45 лет был за без помощи государства все делается вам будет очень интересно молодому человеку где применить свои силы вот зарядите сейчас в ю тубе во свете библии напишите во свете библии и гнать и лапкин во свете библии и гнать и лапкин да нашел нашли и что там 42 тысяч подписчиков 42 тысячи а просмотров 41 миллион да 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 вот у нас 16 тысяч 800 роликов на одном и поэтому вы можете очень многое узнать а если зарядите сайт через google сайт во свете библии на канале у вас нет на канале он не может быть это там там ворде ворде и вы там найдете то чего больше нигде в интернете нету во свете библии через google зарядите во свете библии игнать и лапкин чё там аудио аудио православный библейский сайт если открылась первая страница направо 55 папок столбцами я отвечаю студентам на 4 тысячи сто двадцать четыре вопроса там море информации море по таким же названием у нас форум форум 1600 тем а если зарядите mail.ru mail.ru там только сразу увидите наших двадцать две тысячи фотографий вам на все ответ там будет дан при том ответ дается на основании библии святых отцов а это 300 томов житей святых и канонов церкви и мирового искусства поэзии и всего что есть мы не случайно встретились для вас открыта дверь сегодня если нужно больше узнать запишите только игнатий лапкин и выпускать по скайпу меня сразу найдете а там я скину вам все ресурсы когда мы занятия ведем как строим деревню как занятия с детьми идет я 45 лет начальник детского лагеря сейчас видео посмотрю на ютубе вы видите какой огромный материал приготовлены для вас и и мы его даем бесплатно с радостью можно скачивать очень много видео а вот будьте они верующим еще бы не было мне 81 год а у меня за плечами такой опыт вот господь позволил мне написать в бумажном варианте 38 томов книг вопросы ответы и положил бог меня сердце подарить эти книги библиотеке мира мы в барнауле живем